Друзья, всем привет! Сегодня вам покажу, как можно перепаять вот эти вот трубы, которые находятся ниже уровня пола. Так как утюг у нас просто чисто физически не может достать до этой нижней отметки, поэтому нам нужно что-то придумать для того, чтобы можно было паять под полом. Вот, сегодня я вам покажу одну технологию, которую я применил на данном объекте и частенько применяю ее там, где это необходимо, потому что не всегда получается использовать стандартные способы подхода к этой работе. Вот, поэтому смотрите, будет полезно. Продолжаем. Обычный способ отрезать трубы, которые находятся вот здесь, в глубине, с помощью ножниц тоже не получается. Ножницы тоже не хотят у нас там работать, поэтому для этого я решил использовать гравер. С помощью гравера я сделаю вырез и, соответственно, обрежу трубу, которая находится здесь у нас, и мы ее потом сможем в дальнейшем паять. Пока, в общем, вот эти вот места я обрежу с помощью ножниц, потому что там действительно я могу это сделать, а вот нижнюю часть уже будем мы вырезать с помощью гравера. Использовать будем гравер фирмы Dexter, поставили диск по металлу, маленький вот такой вот, и сейчас будем пробовать отрезать трубу. Включаем. Ну, короче, диск у нас разлетел. Вот такой вот маленький диск, потому что нужно работать одной рукой, но ей неудобно, поэтому нужно как-то более так безопасный способ выбрать для работы. И, соответственно, сейчас я буду это уже делать, но без камеры. Отрежу и потом покажу вам, что у меня получилось. Пока. Работаем. Ну, в общем, с третьей попытки мне удалось обрезать одну трубу. Вот, 20-я труба, не армированная, простая, ПН-20. Поэтому, в следующую трубу, я думаю, мы уже сможем обрезать легче, потому что опыт уже есть. Два диска потерял при работе. Третий диск пока работает. Вы не поверите, что сейчас произошло. Короче, вот эта вот фиксирующая гайка вылетела, при этом вот этот шток погнулся. Руками я его выпрямить не могу. Вы представляете, какая мощь, какая сила была здесь, что даже вот этот вот шток был погнут. И вот этот вот держатель диска, представляете, да, погнулся, обалдеть. Я вообще в шоке, ладно, меня не задело. Улетел он куда-то вон туда. Сейчас буду искать. Опасная вещь, оказывается. Не ожидал от нее столько пройти. Декстер? Нормально. Работает хорошо. Нашел я эту гайку, вот она. Причем она никак не пострадала. Стало интересно, да, как вот она вылетела, зацепила и погнула. Прям капец, как интересно стало. Ладно, хоть запасной есть, поменяю сейчас, если выпрямить не получится. Смотрите, как она прикольно сейчас крутится. Можно как венчик использовать. Ну, короче, у меня получилось это сделать. Отрезу вторую трубу. Кстати, к информации, смотрите, шток толщины примерно где-то 3 миллиметра. И вот его вот так вот погнуло. Мощно. Будем выпрямлять или не будем, посмотрим потом. Сейчас займемся пайкой. Кстати, такой лайфхак. Если у вас вода в трубе есть, вы можете с помощью пылесоса сделать на выдув и выдуть воду в ближайшем кране на объекте. Воды нет. Теперь для того, чтобы нам паять соединение в полу, нам нужно будет отдельно вот такая вот внутренняя насадка для трубы и газовая горелка. С помощью газовой горелки мы сейчас будем нагревать эту насадку и будем использовать ее вот здесь. Основную внутреннюю часть мы будем греть на утюге, а потом все это соединим уже вот в этом вот месте. Демонстрирую как. Хорошенько надо прогреть ее сразу. Желательно знаешь еще, что сделать. Для эксперимента, что насадка на самом деле хорошо нагрелась, будем использовать трубу обычную. Не нагрелась. Делаем ее до тех пор, пока она не начнет у нас проплавлять трубу. Как только это начнет происходить, будем паять уже основную. Вот. Смотрим. Насадка нагрелась. Вот видите, все ништя. Теперь значит нагреваем насадку и нагреваем. Так, неудобно. Так, сейчас надо мне взять под руку сразу. Так, греем насадку и греем утюг одновременно. Так. Вот, в общем, у нас две пайки. Мы их сделали под полом с помощью газовой горелки, отдельной насадки и утюга в таком вот нестандартном положении. Но теперь закончим пайку вот в этом районе и все. Можно запускать воду. В общем, мы завершили монтаж, спаяли здесь, спаяли здесь, запустили воду, проверили герметичность их соединения. Все у нас хорошо. Итак, в общем, вот такой вот способ монтажа трубы, пайки трубы, когда у вас не получается достать до какого-то момента утюгом. Можно использовать вот такой вот. Короче, вот такой вот лайфхак. Если было вам видео полезно, ставим вот такой вот пальчик вверх. И можете написать в комментариях, какие варианты, какие способы монтажа в труднодоступных местах, знаете вы. Будет полезно, тоже попробуем. У меня все. Всем спасибо. До новых встреч на канале Перестрек 116. С вами был Картин Алинар Гайб. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...